Еще раз всем здравствуйте! В этом уроке мы с вами начинаем работать с jQuery методами для манипуляции с атрибутами элементов, такими как title, altsource, href и так далее. Начнем мы с того, что рассмотрим 4 реализации метода utter, который поможет нам устанавливать либо получать значения соответствующих атрибутов. Первая реализация данного метода, которую мы рассмотрим, принимает один всего лишь строковый параметр name, который подразумевает под собой название атрибута, значение которого вы хотите получить. Если данный метод применен к набору, то он вернет значение соответствующего атрибута только для первого сопавшего элемента. Если же данный элемент таким атрибутом не обладает, то вернет значение undefined. Следующая реализация данного метода принимает уже два строковых параметра. Первый из них это name, второй value. Name это название соответствующего атрибута, а value значение, которым вы хотите его установить. Этот метод уже установит значение value атрибуты с названием name для всего набора, к которому он был применен. Теперь рассмотрим реализацию этого метода, который второй параметр принимает функцию function, либо название функции, либо мы можем написать здесь анонимную функцию. Что нам дает такая реализация? Сейчас я вам покажу прототип этой самой функции. Она может принимать параметр index, это индекс элемента в объекте jQuery и также обладает указателем this, который указывает на соответствующий дом элемент. В общем, с помощью данной функции мы можем задать значение атрибута какого-либо элемента, основываясь на каких-либо других его атрибутах, либо его содержимом, либо еще чем-то, оперируя вот этим самым индексом в объекте jQuery и указателем this. Идем дальше. Следующий метод принимает в литеральной форме сразу пачку названий атрибутов и их значений. И опять же установит для всех элементов, к которым он применен, соответствующие атрибуты с соответствующими значениями. Ну и последний метод, который мы здесь рассмотрим, метод removeAtter, он принимает опять же только один строковый параметр и удалит переданный вот этот в качестве параметра атрибут name из каждого элемента в наборе, к которому применен. Давайте-ка поэкспериментируем с данными методами и посмотрим, что у нас с вами получится. Открываем документик attributes start. И сейчас попробуем с вами получить, например, значение атрибута id для нашего первого параграфа. Выведем его на экран с помощью метода alert. Итак, отбираем все наши с вами параграфы и вызываем для них метод attribute. Прошу прощения, описался. И передаем в него название параметра, который хотим получить. То есть, id. Сохраняем документ. Идем в браузер смотреть, что же у нас получилось. Обновляем страницу. Ничего у нас не вышло. Почему? Смотрим в код. А потому что, я помните, говорил в теоретической части, да, что данный метод вернет значение id в данном случае для первого элемента из набора. Первый элемент из набора. Вот, у него просто-напросто нету айдишника. Если же мы зададим ему id, пускай это будет firstp, сохраняем страничку, идем снова в браузер, обновляем. Вот, мы получили значение необходимого нам атрибута. Теперь давайте попробуем поманипулировать целым набором элементов. Например, для всех наших спанов, которые лежат внутри единственного на странице элемента div, зададим айдишник. Для этого что? Получаем все вот эти спаны и применяем к полученному набору элементов, опять же, метод atter. Передаем в него два параметра. Название атрибута, который хотим установить в нашем случае, это id. И имя, вернее не имя, а значение, которым мы будем его устанавливать. Давайте вот таким, как бы, айдишники зададим все span in div. Так, не забываем ставить точку с запятой в конце строчки, сохраняем документ и идем в браузер смотреть, что у нас получилось. Обновляем страничку. Дабы узреть результаты выполнения нашей с вами работы, вызываем дом-инспектор. Ищем в объектной модели наш с вами div и наблюдаем следующую картину. В нем лежит три спана, каждый из которых обладает айдишником span in div. Это, конечно, все здорово, но было бы неплохо установить уникальные идентификаторы для каждого из вот этих самых спанов. Что мы для этого сделаем? А для этого мы вызовем с вами, опять же, метод atter, но другую его реализацию, которая в качестве второго параметра примет не вот эту вот строчку, а функцию. Напишем мы с вами анонимную функцию, которая примет к себе параметр index. Это будет индекс элемента в объекте jQuery и вернет необходимое нам значение. Пускай это, опять же, будет span in div и через нижнее подчеркивание вот этот самый индекс элемента в jQuery объекте. Итак, по-моему, все элементарно. Сохраняем документик и идем в браузер смотреть, что же у нас получилось. Обновляем страницу, снова для узрения наших результатов вызываем дом-инспектор, ищем наш с вами div-блок и наблюдаем следующую картину. В нем лежит опять три спана и каждый из них теперь обладает уникальным идентификатором ID. Я думаю, на этом урок можно завершить. Увидимся в следующем, где будем работать с классами элементов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!